Приветствую, NoteSuite Online и сегодня интересно будет рассмотреть рынки, падает S&P, падает нефть, есть хорошие сделки у трейдеров, ну, в общем, будет интересно. По традиции начнем с, что нас ждет на следующей неделе. Значит, по штатам сразу пройдемся. На следующей неделе New Home Sales во вторник будет, ну, на 10 часов по Чикаго. Ну, тот отчет, который вышел непосредственно на этой неделе по строительству. Судя по всему, он не сильно повлияет на динамику S&P. Вот. И ВВП, GDP в четверг. Вот это вот интересно. Там Jobless Claims, ВВП. В общем, четверг будет штормить за второй квартал. По другим странам. ВВП Германии второй квартал тоже вторник и индекс деловой климата Германии. Далее. Канада. Несколько банков будет на следующей неделе по Канаде отчитываться. И ВВП в пятницу тоже по второму кварталу Британии. Вот самые важные новости. Еще хотел добавить то, что на следующей неделе вот многих, наверное, интересует, когда прекратится падение РТС. Вот. И, в принципе, вполне может быть, теоретически, ну, вот на следующей неделе, скорее всего, возможно, приостановится снижение, если, в принципе, нефть начнет более-менее себя вести неплохо по отношению к восходящей динамике. Все дело в том, что на следующей неделе очень много отчетов. Отчитываются Аэрофлот, Лукойл, ТМК, Татнефть, Уралкалий, Башнефть. Отчитывается Сбербанк, который торгуется на британской бирже. Магнит, Норильский никель, Роснефть, Роснефть, которая на Британии торгуется, Роснефть, которая торгуется на Ксетре. Сбербанк отчитывается в среду. Ну, Интеррао система, Сургутнефтегаз и Транснефть. Ну, Росгидро еще в пятницу. В общем, все гиганты практически по нефтянке отчитываются, кроме Газпрома. Газпром я, правда, не нашел. Вот. Ну, так что это может быть как раз предвестником к тому, что нефть начнут покупать. Ну, посмотрим, посмотрим насчет снижения. Вполне может быть. Я не буду спорить, так как не управляю котировкой нефти. Будем следить по контрольным точкам и рассматривать дисбалансы. Там принимать решения уже дело каждого. Вот такие новости. Так что на есть такая интересная рубрика у нас. Это публичные сделки, рейтинг. Так. Значит, по S&P на этой неделе первый наше зло. Хороший трейдер, четко стоит на продаже по нефтянке, ой, по нефтянке, по S&P со вторника два входа и сегодня вот одна фиксация была без убытки, все хорошо. Это на этом аккаунте клацал, такая была продажа. И вот шорт с безубытком на две части разделен вход. Вернее не вход, а стоп-лосс. Без убыток на 6 контрактов, два контракта на пробитие 20-28. Пока вот так оставлю на следующую неделю и думаю до четверга, ну в среду, во вторник буду смотреть уже насчет выхода полностью. Тем более скоро уже закрытие контракта и нужно готовиться к декабрьскому. Второе место. Life is so short. Все было неплохо, пока пока не влез на покупку, причем без без ограничения убытков. Так не годится. Ну по зачету в пипсах у него третье место. S.G. Тоже был на шортах, все было хорошо, пока вот в среду не активизировался и не пытался взять малейшее движение, там очень много ненужных сделок. И два групп. Закрыл short четверг и зря там не было никаких предпосылок закрывать позицию. Вот. Так, Карлос, еще один счет Карлоса и Макс. Ну поздно, поздно открыл short, зато стоит правильно без убыток. Хорошо. Это PoisonP рейтинг, потом у нас идет RTS. Но тут заслужено первое место. SOM2, он же Casual, Trader33, даже чати сейчас есть. В общем, не минуты спокойствия постоянно в рынке, есть хорошие сделки достаточно. Так, следите. Так что уже третью неделю даже больше либо лидер, либо в первой пятерке, ну и в принципе закрывает неделю в положительной зоне. Так что равняться вот на этого человека можно. Напоминаю, что вы можете дублировать сделки, либо же поставить алерт на открытие позиции того или другого трейдера, и вам на почту будут приходить уведомления. Так, NanoTag. Вышел из продажи и висит еще 10 контрактов на short, на трех восьмерках. Ну посмотрим, зачем он выставил их перед выходными. Скорее всего забыл снять лимитку. Мистер Алекс Рус. Стажер еще тренируется, но тренируется не покладая рук. Так, ну покупки хоть и были удачные, но везде рисковые. Фактически вот начиная с 19 числа. Любое движение пытается брать. Ну тяжело, учение легко в бою. Я думаю, что немножко поменьше эмоций и будет хороший трейдер и достаточно стабильный мейквити. Так, Пашьян. Наверное, правильно произнес. Тоже были хорошие сделки, особенно в понедельник. Мне понравилось вход и выход. Вот. Неплохо было. BMW 063. Всегда хочется сказать BMW, но хороший шорт и вот тоже в шорте с безубытком. Тут как все, как и тренировались. Спекуль. И тоже на шортах. Тоже зря лез в покупке. Приятно, конечно, видеть студентов в рейтинге. Причем с хорошими результатами и хорошими сделками. Так, идем дальше. Рубль еще у нас впереди. Так что неплохо можно работать, если сильно этого захотеть. Здесь просто amazing. Мистер Алекс Русс на двух счетах своих. Прям просто рубль. Как хотел, так и торговал. Очень много сделок и пирамиды даже есть. Что-то его на этой неделе много здесь на рынке. С.Ж. Вот трейдер появился. Так, тихонечко торгует. И вот сделка открыта. Покупка. На самом максимуме недели был вход. И без убыток отсутствует. Посмотрим, чем это все закончится. 3В. Нью. Что-то произошло там в понедельник. Ну, каким-то чудом 253 пипсов взял. Так, трейдеры без имени аватарок не рассматриваем. С.Кирибу тоже студент. И если я не ошибаюсь, он транслирует реальный счет. Да, это реальный счет. Надеюсь, он об этом знает. Вот. Пожалуйста. Аккуратненько. Да, шортец был рисково открыт и не по правилам. Там не нужно было его вообще открывать. Надеюсь, он видел эту ошибку. Так, тоже в покупках. И, судя по всему, она открыта на выходные. Так и останется. Пока ни лимитов нету, ничего. Так, опять же, casual. Тут тоже реальный счет. И супер вообще, отлично. Мне нравится. Конечно, просадка была такая в понедельник серьезненькая. Ну, иногда возникают вопросы, зачем фиксировать достаточно неплохую покупку, потом снова заходить. Но это дело каждого. У каждого своя техника, свой подход. И, судя по всему, эта позиция тоже на выходные остается открытой. Нет без убытка. Так, дальше все в отрицательной зоне. Не получилось справиться с трендом еврик. Пав. Редко, но метко появляется в рейтинге. Тут вообще без вопросов. Судя по всему, он со вторника уже хотел взять этот мини-тренд на бай. И вот со среды все это получилось. Достаточно чисто зашел. Так, неплохо. Супер. Мне нравится позиция, отлично. Так, и 300 пипсов. Пират. Судя по всему, либо в копии стоит дублирование сделок. Но здесь был даже шорт интересный во вторник. Так, девиль. Тоже редко, но появляется с неплохими результатами. Семи-100 кул. Тут смешанная стратегия. Пират еще один счет. И мишка мед плюс 13 пипсов. Все пытался шортить четверг и сегодня. И все-таки снова шортит перед выходными. Здесь пока рисковый вход уже нет. В это время таких объемов на Чикагской бирже. И рынок достаточно уверенно держится на максимуме. Поэтому аккуратненько там. Стоп-то короткий, но хорошо хоть есть. Потому что многие торгуют. Либо не показывают свои стоп-приказы, либо вручную закрывают. Так, сети. 12 пипсов. Коротенькая сделка. Так, где у нас тут фунт? Так, по фунту. Ух ты, пилот. Вот так вот затаивался покупками. С серьезной просадкой. Life is a short. Аккуратненько пару сделок. Да, тут не густо. Не густо. Давайте посмотрим еще золото. Так, снова появился лидер во золото М8. Вот такие вот у него сделочки. Есть безубыток, есть убыток. Есть брошенная лимитка. Либо же это таргет. Но так как у него покупка открытая, это скорее всего брошенная лимитка. Я вам забыл про нее. Первое место крошак или крошук. 89 пипсов. И такими аккуратными короткими сделками. Это уже много. Так, 5D трейд позиции на покупке. Рисково, 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 конечно. Но что поделаешь. У каждого свой стиль входа. Так, и М8. Ну, в общем, одни и те же. По золоту в лидерах. Так, и еще давайте, может, нефть посмотрим. Кто-то шортил ее. И кто у нас на покупке? Вова 74. Пытается остановить нефть. Всю неделю. И каким-то чудом у него еще 62 пипса в плюсе. Невероятно. Так, Путин. 265 пипсов. И вот кто шортит. Нефтянку. Сейчас в покупке, правда. Ну, здесь сомнительная стратегия. С увеличением позиции убыточной. Это ни к чему хорошему не приводит. Дело каждого. Так, ну, в общем-то и все. У Газпрома у нас никто не открывает позиции. Почему-то на акциях спекулянты не сильно активны. И начнем с S&P. Похоже, очень похоже. Начинался обвал 2008-2009. После лета. Целого боковика. Был флет ужасный. Просто вот в день 5 долларов S&P ходил. Просто вот 5 баксов, если взял за сессию, то это было очень круто. И, да, где-то под конец августа начался такой шорт. И потом это все усугубилось с выходом официальной новости о банкротах в банках. И все ниже и ниже. Значит, обратите внимание на ликвидность в этой сессии. Она зашкаливает. То есть, ну, выше нормы. То есть, в этом движении принимает большое количество участников. Я думаю, что и всяких алгоритмов, программ, роботов. Ну, про евро мы еще сегодня затронем тему. Так, 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 так. Поэтому эта продажа или же боже шорт еще может продлиться. В принципе, могут пугать там кризисом и как бы специально перед декабрьским контрактом немножко создать такую негативную обстановку. Но перед фиксацией, перед экспирацией, я думаю, многие сбросили долгосрочники свои позиции. И это, конечно же, отразилось на дисбалансе. Ну и плюс отчеты все равно, как бы они их не скрывали, и выходят отрицательные, негативные. Плюс еще вдобавок ухудшение ситуации в Китае. Вот. И, в принципе, в евросекторе. Поэтому все крупные выбросы на этих шортах. Вот раз, два, три, четыре сессии. Сразу же выделим 2075 и 2081. 19-го числа, ну и 18-го понедельника. Ой, не понедельник, а вторник. Так, вот 2097-92. Начали с этих сессий. Долго они сражались за 20-100. Тут было практически начиная с июля. И все-таки пробили 2055 и ушли даже ниже контрольной отметки 2040. Это много о чем говорит. Уже дисбаланс серьезный. И отошли уже ниже 2000. Сегодня на многих финансовых СМИ только и трубят. И опять же нагоняют жути, 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 чтобы побольше создать, наверное, заявок на шорт в начале декабрьского контракта. Ну, в общем, скидывают позиции перед экспирацией. Тут осталось совсем чуть-чуть, буквально три недели. Стабильно 24-е и 31-е будут еще вот эти две недели. Все, что с 7-го по 11-е, здесь уже нет смысла торговать. И я думаю, что в эти числа уже перейдет на декабрьский контракт S&P. Вот, поэтому эмоции в сторону и только анализ факты и объем. Где, что, как, где баланс. Поэтому пока не стоит принимать каких-то выводов. Это пока перед экспирацией. Вот если в начале декабрьского контракта, такие будут объемы и такой будет шорт. Там уже нужно будет, конечно, думать. Но пока я думаю, что возвращаются из отдыха крупные участники рынка и средние, и мелкие. И количество сделок, ликвидность начнет увеличиваться. Поэтому по своим фильтрам, настройкам чуть-чуть в сентябре надо будет подтянуть фильтры и алерты. Ну, коррекционный момент будет, не будет. Я думаю, все-таки успокоиться с этими шортами как раз в четверг, если выйдет позитивный GDP по штатам, всех паникеров скупят, могут скупить. И хотя бы попрощаться под конец экспирации с сентябрьским контрактом. Поэтому четыре дня идет, даже три дня идет падение на хорошие ликвидки. Ну, это может еще несколько дней. Но я говорю, что до четверга вполне может быть еще вот такая тенденция. Может попроще немножко, но в среду я точно уверен, что успокоятся перед ВВП. А в четверг под волатильность как раз могут это все делать на две недельки, может там как-то прикупить. Насмотрим. Ну, уровни отмечены. Если S&P не сможет уйти выше 20-20, 20-15 до этой массивности, тогда да, проблема действительно у байеров есть. И если вы будете все-таки заходить на покупку, вот этот уровень нужно осилить. Ну и следующая остановка это 20-50-20-58. Там уже, вероятно, на следующей неделе появимся. Давайте посмотрим, что там по... Где тут она? По дельтам. Так ли это, либо же это все падение скупают. Так, чикс. 85 тысяч контрактов дельта на шорт на стороне продавца. В принципе, вся неделя за этими же командами. Диапазон активных продаж мы сейчас выделим. Вот 20-32 и 20-56. Особенно я хочу отметить 20-48. Вот это очень плотно, очень агрессивно. Вот это диапазон шортира. Поэтому, как сопротивление, вполне можно его отметить и мониторить на предмет защиты. Даже сегодня уже вышли на отметку 47 тысяч. Если сравнить по таким дисбалансам хотя бы за текущий контракт, это даже превышает самую топовую дельту, которая была 40 тысяч контрактов и в начале еще 40 тысяч контрактов. То есть, в пятницу перед выходными все равно что-то открывается. Сейчас мы еще заглянем. Давайте выделим этот диапазон. 20-10 и 96. Понедельник, в принципе, может повиснуть после выходных, а вторник под сброс стопов может стигануть до 20-15. Потом под среду еще ниже уйдут. И в четверг нам уже будет понятно, как отчитается по ВВП. И это вот уровень сопротивления. Тут можно будет спекулятивно попробовать поискать шорты. По открытому интересу нужно обязательно посмотреть. Заходят, выходят. Как там у нас по фиксации. Сейчас будет вердикт по открытому интересу. Самая высшая точка показателя открытого интереса. Открыто максимальное количество позиций относительно данных за этот контракт по S&P. Максимальный открытый интерес такой был только на реверсе, на развороте в начале июля. Всю неделю открывают позиции. То есть, дельта отрицательная, ликвидность тоже топовая. Открытый интерес топовый. Вместо того, чтобы фиксировать, на самом деле тут входят в маркет. Поэтому эти уровни будут достаточно защищать. Поэтому все внимание на те как раз активные диапазоны. Ядро контракта можно смело фиксировать. 20.55 и 21.00. Более плотнее я бы выделил 20.75. Самая плотная часть. Это сверх объемы. Ликвидные еще вот здесь разворачивали, набросали. Поэтому и 20.55 захватил. Мы вышли за коридор основного объема. И это все уже зона продавцов. Покупать и когда. Пока не советую. Пусть рынок падает. Еще не видно противовеса. И попытки взять на самом минимуме будут очень рисковы. Поэтому дождитесь четверга. А уже потом будет понятно. Маневры это были манипулятивные. Либо же все-таки финансисты присмотрелись к отчетам, к экономическим показателям. И начали действовать. Так. Как мы видим, вот здесь очень с открытия просто не успокаиваются. СНП плотно идут по объемам практически всю сессию. Видите? И четверг отличился. Чем ниже, тем агрессивнее работают. Плюс начали подогревать тему финансовые СМИ. Видео, газеты, ресурсы, интернет. Поэтому здесь уже идет такой снежная лавина. Итак, четверг в 20.48, 20.49. По 20.59 эти 10 баксов хорошенько разместились. И в среду здесь плотненько разместились. 20.72 можно выделить 20.82. Это и есть уровни, где может быть вполне хорошая защита со стороны соляров. Так, 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 так. На минимуме держится S&P пока вот шли вниз. И тут пока им тяжело даже поднять головы байером. Тем более, ликвидность уже упала. Видите? Ликвидность упала в два раза относительно утра. И толкать уже наверх некому будет. Посмотрим. Если закроется пятница на 20.20, то есть, либо желательно, чтобы 20.24.23, выше открытия, тогда понедельник может быть сюрпризом. Если в этих диапазонах останется ниже 2000, то покупать еще рано. А если вы стоите в шортах, еще можно стоять. Перед закрытием 20-го числа неплохо наследили объемчиком 20.35. Тут прям вот как знали, что будет валиться завтра маркет. Это все зашли с... Я думаю, с руки заходили, ну, то есть по инсайду какому-нибудь, либо же опоздавшие, но объема здесь тоже немало. И это была не фиксация интердейщиков. Это серьезно зашли на продажу. 20.29, 20.35. Это и есть спекулятивные уровни. На следующий неделю объемы тут на поддержку. Все, что вот на самом минимуме. Единственное, что можно присматривать в качестве опорной точки. Но не советую. Пока еще рисково. ФСХ. Так, пробежимся. Тоже вот были на этой неделе объемы. И ФСХ тоже дошел до ручки. Ушел ниже 33.00. Пробил минимум контракта. На хорошем объеме. Тоже сегодня объемчик пошел. Нефть. Писали в чате. Ушла ниже 40 баксов. И тут необходимо выделить цены. 33.56. 33.97. И вот этот массив. 34.84. Четыре сессии здесь паковали на шорт. И забыл выделить еще вот этот уровень. 34.31. То есть вот эти вот объемы. Прямо видите, с этого объема уходят сегодня на шорт. Точно так же, как на S&P под закрытием. Это все на мониторинг сопротивления. Более точно 33.14. Четыре уровня на сопротивление. 33.56. Тоже был на хорошем объеме. DAX. Немецкий индекс тоже идет жутко вниз. Причем мы недавно уже европейские индексы. EFSX и DAX на шортах. S&P еще видно не всех собрал по стопам. А вот DAX, мы на прошлом обзоре выделяли этот момент. Они уже ушли в начале августа. Вот первых числок. Все. Вот здесь загрузка была по DAX. 10.896, 11.86, тоже 4 сессии загрузки и вниз. Значит, промежуточные тут у нас 10.596, 10.380 по 10.285. Это тоже уровень сопротивления. Пока их не пробьют, никаких покупок. Ну, пока не пробьют 20.84.30. 10.380. Не стоит покупать. Ловить падающие ножи, редко у кого получается. Ну и RTS. Ниже 76 была сегодня отметка. Вернее, 75.600. Как видите, объемы со среды идут неплохие, не аномальные, но чуть выше нормы. Тем более, выше нормы как раз за последние там полгода, год. То есть, относительно этих данных. Массив ключевой 82.84. Тут уже бесспорно нужно выделить эту локацию. Это и будет такой экватор уверенности покупателей. То есть, если они смогут вернуть котировку на 84 и толкнуть выше, это уже победа. То есть, вот эту плиту нужно пробить. До этого ядро было на уровне 91.5 по 89. Тоже не получилось пробить. И закрываются они практически на минимуме. Но тут нефть тому виной. Посмотрим на открытый интерес RTS. Насколько активно принимают участие сейчас. Крупные, некрупные, сколько позиций закрыли или же открывают. Тоже топовый открытый интерес. Максимальная активность за контракт. А может быть даже и за два контракта. Я добавил сейчас июньский контракт. Мы посмотрим за последние полгода. Было больше, конечно. До загрузка была в 7.04 618 тонн. А сегодня у нас 575. Могут и лучше, конечно. Но учитывая, что это бизнес-сезон, а это разгар отпусков и совсем не бизнес-сезон, это все равно неплохо. Всю неделю позиции набирают. То есть, либо кто-то знает, что скоро развернется нефть, либо уже в попыхок догружают продажи. Сейчас посмотрим это на дельте. Удивительно. Вчера даже 13 тонн было на покупку в Дельта. С 17 числа стабильно идут продажи. Вчера очень плотно сражались на 80 по 81. Вот этот уровень сопротивления стоит отметить. Были еще какие-то байеры. Либо это стопы селлеров. Повылетали. И до загрузка. Вот сегодня плюс вчера 77.800. Давайте возьмем плотненько 77.200. Вот этот вот массив на предмет сопротивления в понедельник. Нефть ниже. Продажи увеличиваются. Не топовая дельта. Были и похуже. Вот, например, 11.00. Почти 50 тонн. 42.00, 44.00, почти 45.00. 45.00. Как раз. То загрузка на шорт. И сегодня всего лишь 35.00. Но тоже неплохо. То есть, открыт интерес на максимуме. И спекулятивные уровни. Так, тут надо поменять этот пресс-кейл. Ну, как видите, очень-очень активно работали на периоде, когда штаты торгуют. Вот, штаты, конечно, начали, как только открылись, сразу начали гнать нефтянку. И тем самым активность усилилась и 19-го числа. 20-го тоже здесь подзагружали на волатильности. Ну, не на волатильности, а на постоянной смене направления. Боковичок, в общем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть раз пытались 49.00, 500.00, 450.00 пробить не удалось. И сегодня все объемы, которые заходят, беспощадно двигают ниже цену. Но, обратите внимание, что падение в среду, это действительно вот шорт был. Сегодня очень как-то аккуратно их отпускают ниже. Очень аккуратно. То есть, такое ощущение, что это все просто байеров выкидывают из рынка. Но открыт интерес на пике. То есть, так редко падают, аккуратненько и ступенчато. Похоже больше, что набирают позиции на покупку. Поэтому, если 78-ю резко понедельник пробивает как-то без особого угрызения совести, то может быть вполне. Ядро, которое нужно выделить. 79.250, 78.500. Плита, среда, плюс четверг. И второе ядро 81.200 на сопротивление 80.500. Здесь вторник, плюс часть среды. Сформировали уровень, толкнули ниже. Вторая плита, четверг, плюс часть среды. Ощущение 2008-го, я думаю, должно что-то глобальное. Произойти, либо действительно там развал Евросоюза, либо там что-то похлеще. Потому что просто так сыпаться СНП не будет. Нужны какие-то причины. Тогда было просто обвал банков. Напомню, что мы все ближе и ближе к решению по повышению процентных ставок Федеральной жизнедеятельной системы. И период правления Обамы, Барака Обамы, тоже уже близок к завершению. Его парад, команда могут вполне скидывать позиционку, так как они все равно уходят. На всякий случай, разумные тоже перед сменой правителя будут выводить из фондового и перекидывать что-то менее рисковое. Да, я слышал и не знаю, насколько там Америка будет присутствовать. Америке нужны эти страны, которые либо там нефть, либо какие-то другие цели. Но Северная Корея, если там есть что-то полезное ископаемое, я не знаю. То, что возле Китая, разве что. Так, это был РТС. В общем, покупать пока рано, но в следующей неделе период отчетов многих нефтяных компаний. И, возможно, специально тянут вниз, чтобы отчитаться более-менее, но не раздавать сильно много прибыли. Потом начнут скупать эти все подешевевшие акции. Посмотрим по реакции и по поведению. Так, идем теперь на рубль. Значит, на этой неделе по рублю уже не так активно заходили. Вся активность была в конце июля, когда ушли выше 60. Набрали здесь объема 60.300 и 61.500. Здесь вот уровень поддержки. Плотно по 63.255 сессий удерживали блокаду здесь. Ну и плита на 65-й, само собой, плюс-минус. Значит, здесь промежуточная загрузка и выброс по стопам. 65, 900, 66, 500. Тут нужно было постараться. Видите, три дня старались. И беспощадно, беспощадно пакуют все основные диапазоны. 67, 500, 68. Давайте посмотрим еще с под. Сейчас после рубля, евро, фунт, франк, золото и не все еще. Где там классер профайл. На споте тоже самое. Чуть-чуть ниже, чем пик ликвидность, но три дня подряд идут на хороших оборотах. 65, естественно, тут по 64 как контрольный уровень важный. Возврат к этой точке и пробить этого диапазона. То есть, если байеры тут не смогут держать уровень, то мы на реверсивность смотрим. Значит, ликвидность со среды, опять же, идет на хороших оборотах. Не топовой, но на хороших оборотах. Я думаю, вот эту промежуточную обязательно нужно выделить. 66, 95, 67, 40. Вот этот массив. Могут его достаточно долго сдерживать. И вот три дня до загрузка по 65, 40, по 65, 80. Три дня. Дельту смотрим. На споте здесь... Пум-пум... Давайте... Ой, не тут, не тут, не тут. Забыл, забыл. На споте у нас совсем другая ситуация. Так, 840, 19-го числа. Это район 66, плюс-минус 30-40 копеек. И... Вот весь коридор 68, 60 и 68, 10. Все 50 копеек заняли тоже вот на этом диапазоне. Это на споте. По открытому интересу нам нужен рубль. Пик уже был. Как раз вот было 28, 0, 7-ое. И сейчас, ну, идут на хорошем открытом интересе. Сегодня как раз вот фиксились. Неплохо. А до этого три сессии, ну, вот, начиная с 18-го числа, позиции набирали. Сегодня была фиксация. Скидывали перед выходными. На самом пике это нормальное явление. Но даже при тех сбросах дельта на вотком уровне. Давайте спекулятивно выделим уровни. А, стоп, 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 стоп. Кластер чарт на фьючерсе мы не посмотрели. Инициаторов сегодня было на 147 тонн больше. Максимально за неделю. С 14-го числа была с переменных успехом. Ну, такая, ближе к нулевой. Как-то уж сильно разогнали здесь дельту. Видите, где же интересно это было. Так, значит... 50, 68. Я понял. 200, 214, 159, 176, 120, 150, 130, 149. В общем, практически на каждой цене ближе к нулевой. Ну, в сумме вот вышло 147. Ну, тоже есть дисбалансы каких-то определенных цен с сильным перевесом. Не так уж и много. Вы имеете в виду... Следующий контракт, думаете, уже торгуется сильно. Давайте посмотрим. Я обычно за две недели, когда... Перед сменой контракта за две недели уже посматриваю на новый контракт. Так, на новом контракте декабрьском, тут на 79 тонн шортов. 200... Не-не, 21, 590... 22 тысячи по 70, 750. И... 70, 200 на 20 тонн ушли. Дельта. Вот так. Так, просто всем... Дальше идем. Евро. Уже идут на объемах. Вот, заметили, и на рубле, и вот на еврике, на S&P, на франке, на франке... 3 дня идет достаточно ровная ликвидность, прям под линеечку. Смотрите, какая здесь. Вот, похоже, ситуация была в середине июля. Вот, набирали покупки вот здесь. Здесь тоже ровная ликвидность, каждый день практически на одном уровне шла. Вот три сессии. А здесь прям, ну уж вообще прям линеечку. Каждый день они... Одно и то же количество объема закидывают. Видите? Совсем... Уже не стесняются. Одно и то же мафия. Совершенно верно. Не может быть такого совпадения, прям уж каждую сессию. Поэтому это все спланированная махинация, либо афера, либо маневр на рынке. Осторожнее. Значит, 10.30, 10.80 выделим в качестве поддержки. И плюс еще вот этот уровень, ну это на весь контракт, контрольный уровень. 10.90, 0.8.60, два раза поддержали. Причем объемы были в это время еще ниже, чем на этих трех сессиях. И очень уверенно идут на 1.14.25. Это уже топ цена за этот контракт сентябрьский. Это максимум. Пробили также промежуточную загрузку на шорт в районе 1.12. Даже, как видите, не заметили ее. И, скорее всего, мы увидим 1.14. 1.14.25 на следующей неделе, так как ликвидность идет неплохая. По дуэльте посмотрим. Здесь и 18.00 числа талились, и четверг, и пятница. Значит, где мы выделим поддержку? 11.80 и 12.20. Вот коридор. Три цены достаточно неплохо проторговали. И 1.13, и 1.13.35. Промежуточные 13.20. Возьмем как один массив. Тоже в качестве уровня для проверки байеров. Ну и 10.45 по 10.35 тут хорошенько тоже наследили, причем два дня подряд. Дальше. Для сравнения, 11 тонн было 20.30 числа. Вот здесь именно и начали заходить. Поэтому это уровень номер один на проверку. В принципе, если его не смогут пробить селлеры, этот вполне могут еще и пройти до 12.80-12.70. А вот 11.80 и 12.20 еще могут побороться. Вот этот коридорчик, конечно, после 1.1 по 10.90 было очень жарко. И потом еще 4 дня скидывали по стопам. Значит, вся неделя, судя по всему, под контролем одной мафии. И дельта на бай еще и в пятницу самая топовая. По открытому интересу посмотрим. Смарта. Так. У нас в чате 43 зрителя. Если вам не сложно, кто будет смотреть в записи этот обзор, ставьте лайк, делитесь с друзьями. Скидывали. Вот 2 дня набирает. Видите? Ну, не топ, не аномально, но четверг-пятница было открытие позиций на небольшое количество, но было. То есть, это не выброс еще по стопам, там заходят. Видите, если сравнивать, то сегодня прям резко уж активировались. Не топовая активность, но все равно 2 сессии очень сильно толкают котировочку к 1.14. так, фунтец, где-то тут. Быстро ориентироваться и подгружать необходимую котировку можно с помощью market watch. Нажимаем на фунт и сейчас подгрузится и баровые, и чарт, и профайл, и классер-чарт как раз на этом тикере. Все, похоже, почти сломали 1.57, долго сопротивлялись. Ну, как-то они не сильно уверенно расширяют котировочку, но уровни, где входили очень проинформированные участники рынка, это 44.30, 55.25. Те, кто первый раз смотрят записи этот обзор, вы можете участвовать, приходить. Это абсолютно открытый вебинар. Здесь еще есть чат. Некоторые люди общаются, дискуссируют, обсуждают, знакомятся. Делятся своими мнениями, наработками, поэтому можете приходить регистрироваться. Отчетливо одни и те же участники. Здесь прям неделю пахали. Топовая была 0.06.08. и обратим внимание на вот этот вот шортец. Как-то уж очень подозрительно его создали между двух сессий на покупку. нестабильная какая-то активность. Видите, тут и очень такая пила. В Британии или в четверг или пятницу отчет по ВВП. Я думаю, как раз под отчет они раскачают эту пилу. Ну, заметили, да? Дельта отрицательная была на уровне 56.50 по 57. Пока вот не пробивает этот уровень. Возможно, там сидят селлера по фунту открытый интерес. Набирали. Вот, набирали с 16-го числа всю эту махину. Поэтому там вполне могут еще оставаться эти ребята. Ну, франк. Франк, франк, франк. Ух ты, на франке вон как развернули. С начала августа тут и шли инициативные покупки прям 10.32 как начали и до 10.12. Похоже, что арбитражников наказывали порядка недели. Там 10.50 пробили на этой неделе. Но идут на такой неуверенной дельте то селлеры, то байеры. Ну, тут естественно первые дни вылетали по стопам некоторые, но раз, два, три. Ну, тоже стабильно как и евро идет. Сегодня фиксация 19-го должна была быть хорошая дельта на бай, но как видите, здесь она не такая же хорошая. По объемам сейчас быстренько глянем. да, тоже видите, три одинаковые сессии по ликвидности. Специально, чтобы не дать никому выйти либо войти. Получается и покупать вроде поздновато. Так, 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 так. Тут мы выделяем сейчас 28-ю и 23-ю на поддержку. Ну, прям до 16-ой в принципе можно. Там видно было, что они затаривались два массива. и вот 10.50 пока прокололи. Если еще сессия будет спокойно торговаться между 1.06 и 1.05 скорее всего это еще не завершение фильма. 6А австралийский. Давайте посмотрим, там интересная ситуация или нет. ух ты, тут вообще тут просто выкидывают по стопам вот вот каким способом. Плотная торговля, постоянная смена направления. Это один из способов выбрасывать из рынка есть на волатильности вот типа как еврик идет и есть вот такой вот тип самый страшный тип. 74.10 в качестве сопротивления возьмите тут порядка трех недель селеры защищались потом еще неделю защищались в начале августа и на этой неделе не пробили и на той поэтому пробить 74.10 это важный поступок сейчас модель еще посмотрим поддержка 72.50 70.20 72.80 дель дель заглянем сегодня отрицательная дельта перед выходными все крупные дельты вот именно дисбаланс в основном на стороне селера идут последнее время по австралийскому в общем это там где была слабая ликвидность там байеры по дельте везде где ликвидность высокая там 12.08 интересно видите 12.08 дельта сразу на стороне байера все крупные ликвидки они на стороне селера для того чтобы уже не не переживать насчет покупок либо шертов 73.40 73.50 ставить в качестве контрольного уровня на активность селеров то есть если селеры мега активны они должны не пустить выше максимум это предельная вот высота 73.62 это просто уже тестируют забирают всех ну у байеров 0.7 30 0.7 ну прям до 80 то есть пробитие этого уровня уже все спекулятивно конечно же 72.40 это край все это для тех кто среднесрочно работает тут уже единственное чудо это прям на этом уровне опять начну закидывать объемы на покупку но вот видите здесь покупки продажи покупки продажи ну достаточно манипулятивно идет котировка и дельта в основном на большей липидности на шарте золота 3 дня тоже на покупке кто-то покупал все эти дни золота как только начинает фондовый высыпаться сразу же закидывают на золото кэш заработали на фондовом под дешевые кредиты раздули пузырь и потом закупаются золотом на падение очень часто наблюдали такие маневры нельзя сказать что здесь прям уж аномально топовый открытый интерес но при таком бая еще и шарты вылетали как бы ну все равно набирали позиции то есть я думаю что проверочный уровень вполне можно брать как первые на 11 13 по 25 то есть байеры должны удержать этот уровень примерно тут у них средневзвешенная покупка между этим этим и дальнейшим понедельником дельта смотрим вот к сожалению нет я думаю что он еще впереди штаты начали отчитываться потихонечку канада на следующей неделе несколько канадских банков отчитывается и в частности royal bank of canada и монреаль раз два три на покупку закинули по 12 08 6 08 видите 12 08 частенько активируется крупная на многих инструментах была активность 19 перед пробитием экстремума 1126 набирали покупок на 8500 контрактов дельта капец и 20 на десятку дельта это ликвидность 150 штук и только дельта составляет 10000 достаточно неплохо затарились я вам скажу с учетом что это было открытие позиций наверное кто-то перестраховался и затарился металлом пока нефть падает нефть падает получается уже вроде как упала дальше ее давить шортить наверное стремно а вот по 11 с копейками золото чуть-чуть чуть-чуть не затарить правильно может и вниз пойдут видите здесь достаточно насбрасывали в пятницу по дельте очень легко могут пойти это все дело по стопам выносить всех этих байеров которые набрали за 19 и 20 число позиций и главное чтобы не ушли ниже 11 и 20 вниз вполне могут скинуть стопари поэтому после сброса стопарей можете пробовать экспериментировать и заходить если снова дельта будет на стороне байеров так нефть и заходить значит ой в ссоре это нас минуты минут один новый новый контракт вот как неделю октябрьский мы сейчас клейку возьмем ликвидность идет чуть выше нормы но не аномальная вот она моя ликвидность было в начале июля перед падением за неделю до падения и как видите ну такое ощущение что по какому-то уже наигранному сценарию идет котировка третью неделю просто вот аккуратненько по чуть-чуть каждую сессию спускается ну я таких падающих трендов еще не не наблюдал по нефти на всякий случай 42 20 43 35 нужно выделить особенно 42 30 42 40 тут неплохо проторговали объемчики как только у пройдут на следующей неделе выше этого коридора как один из первых триггеров байеры вернулись на рынок нефти может быть если будут жестко не пускать целера то как раз на этом уровне должны активироваться но покупать тоже пока не стоит на минимуме это довольно опасно то есть должны первые ядро текущей недели пробить это 41 с половиной плюс минус и потом ядро вот этой недели 42 43 уже тогда можно позиционно посмотреть и на фондовый рынок по российской части так и давайте еще посмотрим бренд бренд и я бы еще добавил нефть который торгуется на force нефтетрейдеры россии так плита формировалась формировалась я понял это неделя сорвалась 48 60 53 это на уровень но уровень номер один для бренд идут ниже но видите здесь не аномальные объемы просто аккуратно манипулятивно толкают системная бы даже сказал то есть крупного участника в этих шортах нет по сравнению с тем что было в июле и в июне давайте посмотрим еще март вот смотрите какие были обороты перед падением 17 июня 164 тысячи оборота за сессию тут половина половина ликвидности перед шортами в два раза больше было чем час то есть вот это это чисто и воды манипуляция то есть это не не те продажи которые были вот здесь не все идут практически без объема тем более близится сезон отопления холод спрос должен быть на эти продукты тоже газ не будет же америка за отопление по дешевке за маленькое количество долларов продавать энергоресурсы так поэтому объем на этом падении очень маленький рано или поздно это закон я думаю может даже на следующей неделе вполне может быть но здесь 53 48 60 контрольный уровень и давайте посмотрим еще что-то лицеп на нефти на который торгуется бренд на форте открыт интерес сейчас я забыл посмотреть возьмем склейку давайте возьмем склейку еще с марта за два контракта у из-за бога не топовые открытый интерес но на повышенных оборотах идет то есть ликвидность слабая активность высокая и нельзя назвать это снижением это даже не падение просто на десять процентов от общего рейнджа идут на расширение каждую связь это похоже больше на манипулятивный выброс по стопам и здесь начало контракта так как закрылся предыдущие это октябрьский пошел здесь в любом случае открывает позиции сейчас вот эти сессии понедельник и вторник еще он затарится вот они сформируют площадку с нее будут уходить вот куда начнут расширять диапазон за 44 либо же за 39 уже будет понятно кто там в начале контракта затарился бренд который торгуется на форс склейка контрактов смартам вчера был самый топовый открытый интерес самый топовый сегодня немного ниже так как скорее всего по стопам повылетали некоторые ребята вот давайте посмотрим что там по дельте творится на бренд который торгуется на форс ну в общем девятнадцатого явно давайте возьмем агрессора сейчас жуткий шорт был 48 по 48 47 с половиной среду на форте по бренду значит уровень сопротивления ну в принципе с учетом движения в четверг и пятницу дельта в разы меньше в разы меньше значит ждем пробития сорок семь с половиной сорок восемь это железобетонно надо дождаться перед покупками и смотрите какая покупочка у нас на сорок пять пятьдесят двенадцать тонн дельта объема там прошло в сорок тысяч контрактов давайте посмотрим бедаск ну это прайскел немножко сжатый но все равно двадцать шесть и тринадцать тонн вот так здесь десятка и двадцать четыре вот у нас сорок шесть четыре и сорок пять пять дельта слабенькая видите пять тысяч по сравнению с средой а еще давайте посмотрим ну это уже на следующий обзор пускай читаются компании мы потом посмотрим на следующем обзоре их рассмотрим проанализируем что с ними делать спасибо всем что пришли всем хороших выходных не забывайте лайкать видео делиться в социальных сетях и на сайте всего хорошего до свидания а забыл сказать будет курс сейчас вот эта фиша есть еще и на сайте до свидания пока 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 не